К примеру, среди тысячи единомышленников по всей планете, которые создают настоящие шедевры из войлока, ведут блоги и делятся друг с другом секретами этого древнего искусства. Это хобби называется фелтинг. Да, а кто это у тебя такой будет? Это будет кот портретный заказной, сиамской породы. Конечно, пока еще мало что понятно. То есть вот так он будет находиться. То есть это туловище, это голова. Увлечение девушек – фелтинг или сухое валяние. Так и хочется сказать, дурака валяют, но это пока не увидишь готового результата. Не считая глаз, эти игрушки из одной лишь стопроцентной шерсти, как правило, овечьей. Хотя подходит любая, лишь бы была натуральной. В качестве инструментов только руки мастера и специальная иголка. Иголочки называются также иголки для фельцевания. На иголках есть специальные зазобранки, которые хватают волокна шерсти, утягивают их за собой по ходу иглы, перепутывают. За счет этого и происходит сваливание. В процессе работы даже опытный мастер нередко травмирует кожу пальцев. Поэтому иголки – предмет сугубо индивидуальный. Вот и мне Елена выдает персональный инструмент. Итак, Андрей, прежде всего нам нужно будет распушить наш кусочек шерсти. Сделается это очень просто. Разделили напополам, сложили перпендикулярно, снова разделили напополам, снова перпендикулярно. И до тех пор, пока вы не избавитесь от этих длинных волокон. Теперь шерсть вкладывается между пальцами и начинается процесс валяния. Материал многократно прокалывается. В результате волокна сцепляются между собой. Немножко поваляли. Чувствуется, как шерсть схватывается внутри? Да, дальше переворачиваем. И с другой стороны. И до тех пор вы это делаете, пока шерсть не соберете в шарик. На маленький шарик ушло минут 20. Занятие для сверхусидчивых. Этим и объясняется цена готовых игрушек. Маленький котенок, на которого потрачено всего 30 граммов шерсти, стоит 5000 рублей. А бывают игрушки по полкилограмма. Усидчивость, терпение и труд. Вот это все. Если это серьезная работа, от 4-5 и так далее дней. Бывает, выливается в месяцы работа над одной игрушкой. Впрочем, филтинг многолик и не всегда настолько трудоемок. Сегодня с вами будем работать в технике валяния. У нас будет шерстяная живопись. Вместо палитры – крашеная шерсть. Холст, кусок арголита. Даже клея не надо. Волокна просто выкладываются и прижимаются стеклом. Даже малыши создают шедевры за считанные минуты. Похожим методам делают вполне практичные вещи. Вроде вот таких накидок и сумочек.